шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и недельный главы тазрия митсура наши дети это не наша собственность но большая ответственность рождение ребенка дорогие друзья это всегда чудо но и задание ребенка доверяют родителям и родители воспитывают его однако большинство родителей не прошли курсов по воспитанию детей нужно понимать что дети не предназначены для защиты от старости или владений также они не являются объектом для исправления собственных ошибках и проступков вы дали ему залог царь давид говорит своих псалмах что является человеком что вы должны это помнить мы не берем детей рассматриваем рождение ребенка как знак сверху что всевышний верит в нас что мы можем растить этого ребенка человек доверен нам это возлагает на нас огромную ответственность дорогие друзья в первой части шма израэль тура дает четкое поручение вы должны внушить тору своим детям и вы должны говорить об этом с ними но во второй части шма израэль говорится вы научите торе своих детей чтобы они могли говорить об этом и об этом это означает что родители должны воспитывать детей знаниями и утверждениями содержащимися в торе но в конечном счете это намерение состоит в том чтобы дети самостоятельно продолжали то что они получили от своих родителей хинук воспитание означает что вы создаете внутреннюю потребность принадлежать народу книги хотите глубоко проникнуть в тайны торы и реализовать ее если хинук мешает самостоятельному развитию жизни торы что-то пошло не так если хинук срывает независимое развитие в жизни торы то значит что то пошло не так дети это не только наши дети но и дети бога которые были доверены нам для жизненной миссии шаббат шалом дорогие друзья браха вас лаха будьте здоровы ваш аравин каплан